Чаще всего на землях по ДЖС или вообще во дворах частных домов устраивают торговую точку или столовую. Нет никаких разрешительных документов, не соблюдены и меры безопасности. Администрация города организовала мониторинговые группы по выявлению такого незаконного предпринимательства. Это группы, в составе которых в обязательном порядке сотрудник полиции, участковый, который имеет право заходить во двор. Вот, дальше идет представитель водоканала, водокубанинерго. И, значит, первая задача, которая стоит, это там, где идет незаконное потребление электроэнергии, там, где идет незаконное потребление воды, это отключить. Проведено 11 рейдов. Только в Дагомысе, в районах Эмеритинской долины и Чкаловского микрорайона выявлено 265 нарушений. В 161 случае ситуация, требующая срочного вмешательства. 161 объект – это только с нарушениями, где мы видим, нарушение, визуальное нарушение. Пожароопасность – это мангалы стоят, которые приближены к постройкам, это мы все знаем. Это вопросы, связанные с подачей электроэнергии, как она там подана. Это вопросы, связанные с водоканалом. То есть это все, 161 объект, подлежат, угроза, по сути, завтрашнего пожара. В прошлом году нелегальная шашлычная в частном Адлерском дворе стала причиной трагедии. Сгорел дом, погибли люди. Это слишком дорогой урок для всех, кто несет ответственность за безопасность туристов, отметил глава города. Анатолий Пахомов потребовал, чтобы в рейды активно включались все, без исключения контролирующие органы. Как правило, нарушения в таких торговых точках бывает не одно. Акты о нецелевом использовании земли также поступают в Росреестр. Если владелец бизнеса хочет продолжать его на законных основаниях, необходимо сначала изменить назначение земельного участка. В Сочи пенсионеры освобождены от земельного налога на ИЖС. А по факту получается, что на участке пенсионера вырастает столовая. Проверки продолжаются, отметили на заседании во всех районах курорта. Елена Овсецына, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.